1948 год. Декларация прав человека. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. 2048 год. Реализован план гендерной революции. Установлена мировая женская гегемония. Женщины рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и должны поступать в отношении друг друга в духе сестринства. Положение о содержании самцов в домашних условиях. Самцы должны содержаться только в домашних условиях. Самобольное передвижение без владелицы по улице города не допускается. Хозяйка, допускающая самобольный выгул самца без ошейника, подлежит административному наказанию в виде запрета носить розовую одежду в течение срока, определяемого судом. Привет, подружечка. Привет. Ой, слушай, я так устала. Твой как себя по ночам ведет? Кто мой, прости? Твой самец. Ах, это самцы нынче называются. Ну, так, вредничает, вредничает. Что-то в последнее время совсем от рук отбился. А помнишь, как изначально была установлена гигамония, и тогда мужчины приобрели такое название, как самец. По-моему, оно им больше подходит. И тогда они перестали читать, писать, думать. Да, они даже тогда перестали думать. И, знаешь, сначала было все хорошо. Помню, было все хорошо. А потом совсем от рук отбились. И вот, может, пороть их по субботам. Эх, какая ты умная. Не даром в Верховном Матриархате уборщицей работаешь. Ой, засмущала, малыш, засмущала. Ну ладно, дорогая. Я побежала. Максик! Слушаем, мадам Изабелла. Домой. Ох, и поняли же, цены в шопе для самцов. А моему Рафику то пиджаки стильные, то джинсики он новые хочет. Так и еще одно резко отказывается, представляешь? Ему, видишь ли, омаров подаваю. А я своего вчера застукала за игрой на планшете. Да? А ты? Без душа его оставила. Не корни второй день. Эй, ну ты осторожней. Покрани его все-таки. Так, глядишь, им третий день революции начаться может. А ты про Силу не услышала? Она самому Герчику журналистик почитать дает. Да ладно. А департамент по делам гидринального общества как на это посмотрит? Ты им сообщала? А я и говорила. Это же опасно. Еще взбесится. Срочно его в клинику на прививку. Да, но ему тоже на прививочку пора. Закон говорит, что каждому мальчику новорожденному антиагрессив, колят и повторяют угол каждые пять лет. А про панелопу слышала? Она без розового месяц ходить будет. Не надо было такой мягкой быть. Подарок на день самца? Да, я своему Тимошке шляпу купила. Все, зайчик, мне пора. Целую. Тимоша! Погуляй, Фикси. Мамочка, отключится часика на два. Купи себе чего-нибудь вкусненького. Тимошка! Субтитры сделал DimaTorzok 2085 год. Война полов завершилась полной победой полов. Принята Декларация прав людей. Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и должны поступать в отношении друг друга в духе братства и сестринства. Субтитры сделал DimaTorzok